Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Привалова И действительно, можно начать ходить на концерты классической музыки Мы постепенно выходим из карантина Концертная жизнь медленно-медленно оживает Наверное, это последняя область в нашей жизни В которой стали доступны подвижки И мы можем, наконец-то, ходить на живые концерты А не слушать только онлайн-концерты Смотреть записи в Ютьюбе Или слушать записи на радио И у нас сегодня замечательный гость Музыкальный директор Домского собора Органист Айгарс Рейнис Здравствуйте, Айгарс Здравствуйте И как раз одни из первых концертов Для меня очень радостно органной музыки Начинаются в Домском соборе И более того, это не только традиционные концерты органной музыки Которые сейчас начинаются по пятницам В ближайшую пятницу выступит сам Айгарс Следующую пятницу будет концерт Йоланды Баринской И Ларисы Буловой Но также Айгарс Рейнис организовал очень интересный проект Экскурсия по Домскому собору И где можно посмотреть орган Подняться наверх Послушать, как играет органист И посмотреть вблизи, как это выглядит Прямые вопросы можно задавать в нашем эфире По телефону 672-12-939 И второй телефон 672-13-939 Сдавать ваши вопросы Ну а мы начинаем беседу Айгарс, как возникла эта идея Делать экскурсию Это каждую субботу, правильно? Или чаще? Да, сейчас в июне специально сделали Такое предложение для наших посетителей Вот сейчас туристов в Риге нет Это особенно сделано для жителей Латвии И вот тут как бы задал себе вопрос Я думаю, что многие жители Латвии Знают, что такое Домский собор И что там может быть орган Я думаю, что многие даже не зашли там Как вы думаете, сколько процентов населения Никогда не бывало в Домском соборе? Ой, ну это трудно сказать Просто говоря своим близким и друзьям Иногда, да, я думаю Я понимаю, что они не были там даже И к тому же, может, были где-то 30 лет назад А сейчас не были И даже не знают, что у нас там поменялось И какие ценности в Домском соборе Да, и то, что отреставрирован фасад Впервые, то есть в том году был открыт проспект Органа Это нечто изумительное Это изумрудные золотые краски И Орган, вот просто на него смотришь И поражаешься архитектурному достоянию Латвии Но самое главное Кстати, дорогие друзья Многие считают, что Домский собор Недоступен по цене И особенно это считают социально незащищенные Слои Латвии Но дело в том, что давно существовал Но сейчас это открыто призывает Всех пенсионерам, всем школьникам Всем студентам Действует скидка и билеты 5 евро Правильно, Айверс? Правильно, да Так что мы ждем все слои нашего Как бы, да, да И пенсионеров, и этих семей Семейных Да Я хотел вот сказать, что это как бы не экскурсия Да, это и не концерт Это как бы прогулка, да Вечерная прогулка вот по Домскому собору И по саду Домскому, да И должен начинать, наверное, вот с этой Шицикрусты, да Как это Это поход, да В Домском саде, да Там очень такие большие ценности, да Я сам даже Все не изучил, что там, да И вот в вечернем таком свете Как бы прогулка каждому Как в своем темпе, да Может быть, хороший такой вечер Можно посидеть в этом саду, да И послушать органную музыку Которая с открытым Все время звучит орган Иногда, да Так сыграем что-то Какой-то шедевр, да Европейская органная музыка Чтобы демонстрировать органный звук И эти звуки проходят даже в саде тоже, да Так что мы хотим познакомить наших людей Не только с органом, но сперва и такими ценностями Как и этот, я не знаю, как по-русски Можно сказать, музейные ценности Да, и даже такой вот этот капитул зал, где у нас были, были вот эти концерты Рождественские концерты, да Концерты, да, в феврале были, да И на этом и окончился наш концертный Зимний, да, фестиваль Деятельность, да, в этом зале Он с 13 века, например Потом мы предлагаем и сходить, вот как бы подняться на студенческий балкон, да Где обычно не пропускаем Так и, может быть, наши жители не знают, что у нас такие Вот как бы это чаша для крещения, да, Мейнард Это же очень древнее, да Даже 12 век там посередине стоит Домского собора Да, да, конечно, и мы будем открывать тоже вот этот северный проход Где у нас рисунок там наверху тоже с 13 века, да И наши витражи, и все такое в вечернем свете Мы хотим, чтобы наши посетители как бы наслаждались вот такой вечерней атмосферой этой церкви И, конечно, и тогда уже ждем как бы на наш вот такой пик этой прогулки Как бы подняться тоже на балкон органа И мы вот будем ходить по этой маленькой лестнице, которая, да, так вертится наверх И через этот средний балкон, куда, я думаю, даже музыканты не попадают Посмотреть и узнать, что и на этом среднем балкон тоже есть трубы, которые звучат Это часть органа, да И подняться наверх уже, где можно, ну, немножко заглянуть в некоторые тайные такие дверцы, да Которые мы хотим открыть специально вот в это время, когда сейчас открываемся Не только вот слышать орган, но как бы больше узнать об органе, да Это каждую субботу в июне с 8 до 10 вечера А вот написано, что прогулка с 8, начало, можно зайти без 15,8 То есть предполагается, что эти все 2 часа прогулка Или люди, которые придут в 9 часов, они тоже могут попасть? Ну, мы никого не гоняем Каждый может наслаждаться этим Но, конечно, мы лучше хотим, чтобы все не пришли сразу Вот так в удобное время, да И чтобы, как бы, вот эти дистанции, да Соблюдать все эти меры, которые еще в Латвии еще, как бы, с правительства надо делать, да Так что так И поход на балкон тоже там не все сразу, да Будем, как бы, отдельно, по одному, постепенно, да Чтобы не было там, поскольку на балконе там более узко, да Все и так далее И некоторые, наверное, хотят больше послушать, да Некоторые быстрее проходят Да, ну и насчет этого органа, да Конечно, вы уже сказали, что вот этот проспект Я думаю, что вот кто не зашел в Домский собор за эти Ну, реставрация кончилась где-то 2-3 лет назад, да Довольно недавно, да Но все же, да Кто не зашел, я думаю, даже не знает, какая красота этот наш органный проспект Или, как сказать, это видимая часть органа, да Поскольку этот проспект у нас, надо сказать, один из древнейших Европы вообще Поскольку эта средняя часть, вот, которая коричневом цвете, да Эта часть была построена, вот, опять после пожаров Как это время иногда случалось, да Это построил Якоб Раба Это начало 17 века, самое начало 16 века Так что эта часть более чем 400 лет назад была построена И сейчас в оригинальном виде там в середине стоит И потом уже, конечно, орган перестраивался Больше стал, да И последнюю вот эту, да, как это, перестройку Реставрацию, да Ну, не реставрацию, вот подстройку, как бы, да Перестройку, да, тоже делали валкеры Делали не валкеры, вот последнюю, вот проспекта делала конциус Вот такой знаменитый барочный орган строительства, которого очень уважал и Йоганн Себастьян Бах Вот в это время он работал, да Так что этот проспект вообще изящный сейчас Вот все в советское время и даже раньше Оно было перекрасано в одном таком ярко, как бы, таком, не очень так Ну, таком специфическом вот краске Вот ничего не было, невозможно было, как бы, разглядеть А сейчас вот обзолочено там золотом, да, и все эти личика там, всякие фигурки, да Сейчас очень прекрасно можно видеть И когда вы пойдете наверх, вот этот балкон Вот это редкая такая возможность, вот взглянуть, как бы, ближе к всему этому, да Поскольку снизу, наверное, ну, не так хорошо, вот издали так все видно, да И там снизу, вот как барокко делали, да, разные такие странные там, там эти, как это, личики или как всякие И, конечно, фигурки, да И наверху уже там всякие владельцы, которые, как бы, оплатили все это И ратушные всякие люди и так далее И, конечно, с самого верха, я думаю, даже никто и не знает И я сам довольно недавно узнал, что сверху, конечно, на нашу жизнь и на наши старания смотрит Христос Да, это очень интересное такое И, конечно, вот эти дверцы, которые мы хотим открыть немножко, чтобы наш слушатель увидел, что такое органы исторические Вот сейчас мы знаем, что разные дигитальные органы, там, компактные и так далее И никто не знает, что это целая машинерия, вот как пятиэтажный дом там стоит, да Так что немного механики, возможно, там увидеть, да То есть можно зайти внутрь органа будет? Как это? Внутрь органа можно взглянуть? Да, да, ну немножко так, чтобы представить, что это такое вообще Увидеть все эти трубы? Трубы, да, невозможно будет, но вот эту механику из дерева, которое сделано, там, там, вот, миллионов, по-моему Вот вся эта механика проходит, да, поскольку трубы поставлены где-то на десять этажей, там, да Так что вся эта механика подходит к каждому этажу и каждой трубе Так что очень-очень интересно и очень много, да, там Вот и вот в эту неделю уже кто-то пришел в балкон, да, и научил меня что-то меха, да Да, да Это вот такое русское слово сейчас научил А как классический меха? Меха – это плещас, это такое соорудение, вот как бы вот этим орган дышит, да Вот это самое главное для органа, чтобы вообще звучало, да Вот немножко можно будет заглянуть тоже вот это моторный отдел, да Где обычно вообще-то только, я думаю, даже органисты не были там, да Да, да, да Так что можно заглянуть, как сейчас вот работает это все И где вот рождается как бы вот этот воздух и далее уже звук Да, да, и вот можно быть интересно узнать даже такие подробности, что Почему вообще там вот на этом среднем балконе вообще там другой вот игрательный этот ствол и что это такое Ну вот и надо сказать, когда Валкер уже свой орган построил В то время был вот газовый мотор И это было, я полагаю, что довольно так, ну, как это, ну, dangerous, да Опасно Опасно, я думаю, в это время, и к тому же, к тому же, должны, вот, было, надо было вот кому-то все это, все это, как бы делать, чтобы работало, присматривать Это довольно дорого, да, так что большой орган в то время играли только на больших таких празднестах или концерт какой-то и так далее Но в основном вот играли вот этот нижний орган, нижний Который четвертый мануал, регистры четвертого мануала Часть всего большого органа, потому что там была вот своя такая меховая, это, ну, была возможность как бы Отдельно Отдельно, да Отдельно вот этот воздух надуть и играть только вот эту часть маленькую, это уже как бы финансово было, ну, как бы Возможно Возможно так делать, да Так что, и многие, наверное, и рождаются вот насчет вопроса, вот эти трубы ли звучат или не звучат, которые мы видим Фасадные Да, вот тут интересно, что они вообще-то могут звучать, поскольку вот барочный орган перед Валкером, который был, они использовались для звучания, да Ну, конечно, Валкер, это уже другая стилистика, это романтика, да, ему не понадобился этот звук барочных труб, потому и он оставил вот эту декоративную часть, да, и все построил за этой декоративной частью Так что, все, что мы сейчас в это время слышим, да, это уже невидимо, вот спрятано за этой прекрасной, прекрасного нашего проспекта, да Дорогие друзья, у нас в гостях музыкальный директор, органист, главный органист Домского собора Айгерс Рейнис И как раз он приглашает на прогулки по Домскому собору, где можно посмотреть и чашу для крещения, установленную в середине Домского собора, чаши 13 века И зайти в зал Капитула, и также подняться к органу, посмотреть, как устроен орган, это большая редкость Данное мероприятие проводится каждую субботу с 8 до 10 вечера в течение июня У вас осталось буквально 2, да, то есть 2 или 3 раза осталось Да, ну до конца июня, ну будем смотреть, если, конечно, интерес будет большой, еще и в последней субботе тоже, наверное, продлим немножко, да Это тогда уже будем смотреть в июле Но цены очень демократичные, льготные билеты стоят 5 евро, обычный билет 10 евро Да, 10 евро, это вот такая замечательная прогулка, и почти все время звучит орган, на органе играет и сам Айгар Срейнис, а также его супруга Илза Рейна И это, как я повторяю, каждую субботу с 8 вечера до 10 приходите, и мне кажется, это самое замечательное время, самое замечательное мероприятие для выхода из карантина Ну вот я должен сказать, что и днем у нас вот в начале субботах, по субботам, тоже по субботам в 12, как и раньше было, да, вот эти концерты пикколо И тут тоже, мы вот только в июне, это только в июне будет, да, что предлагаем вот попасть на органный балкон тоже Тоже, да Тоже, если, да, есть семьи, которые не хотят по вечерам тут где-то гулять Да, да, с детьми Так что мы предлагаем и прийти вот в днем, тоже, возможно, будет пройтись через вот сад Домского собора Когда первый концерт состоится, пикколо? Было уже в этой субботе, да, ну и сейчас и период То есть точно так же это будет по субботам в 12 часов Ну вот это предложение только вот как бы в июне, да, в 12, да В 12 часов Дорогие друзья, прервемся на небольшую рекламу, а затем возвращайтесь к нам, у нас в гостях замечательный музыкант, органист Айгар Срейнис Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Культурная среда» Наконец-то, с большой радостью могу рассказывать вам, куда же пойти Конечно, мероприятий еще очень мало, все медленно-медленно возвращаются И наряду с Домским собором, где мероприятия проводятся уже каждую субботу В 12 часов это пикколо концерт, и с 8 до 10 вечера это концерт, прогулка по Домскому собору Но также начал свою деятельность концертный зал «Артиссимо» Это зал Инны Давыдовой, всем вам известный В среду, 17 июня, в 19 часов состоится концерт Максима Буссела и «Аустриса Калненша» фортепиано Максим Бусселс исполнит хиты мирового джаза Исполнит произведения 20-х и 40-х годов 20-го века Не совсем классика, но учитывая, что сейчас практически нет мероприятий Можно обратить и на это свое внимание Ну а мы возвращаемся к нашему гостю, музыкальному директору Домского собора Органисту Айгарсу Рейнису Помимо прогулок в Домском соборе по субботам в 12 часов и 8 вечера Также Домский сейчас устраивает концерты традиционные в 19 часов по пятницам И вот первый концерт состоится уже в эту пятницу Солировать будет сам Айгарс Рейнис Айгарс, рассказывайте, что у вас будет в программе Да, ну я хочу вот как бы ваше внимание на этом Что сейчас вот уникальная возможность вообще В Риге туристов нету и так далее Вот эта уникальная возможность как бы не так плотно посвященном концерте Вот слушать органную музыку И рассаживаться по всему собору Да, и найти самое лучшее место, где вам хочется вот наслаждаться этой музыкой Ну и первое, первый концерт вот хотел Начиная вот такой серии после кризиса сейчас Начал вот такой очень хорошей классикой Вот такими шедеврами нашей органной музыки Поскольку в мае, когда вот получилась нам эта трансляция Трансляция, да, в Радио Классика и в Фейсбуке, да, там два концерта Вот там мы и Витаканцем, и я вот играли латвийскую музыку, да Вот сейчас хотелось вот начать это Это начать вот с Бахом и Моцартом и Вивальди, да, вот эти три такие большие имена И вот мы играем очень много всего, да, даже современную музыку и так далее И всегда вот прекрасно возвращаться вот такими мастерами нашей классики Да, шедеврами органной музыки, да Ну, что там прозвучат, конечно, органные произведения Баха, да, там и домажорная Это очень оптимистическая, да, это домажорная, да, очень энергичная Жизнерадостная Да, 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 и будет и хоральные прелудии, как бы Тоже Баха, да? Баха, да Ну, а кстати, таката Адажию Фуга, она еще интересна своей небольшой легендой Кто-то, однажды на мастер-классах я услышала, что якобы Аганн Себастьян Бах Когда писал такату домажор, отталкивался от известного мифа А Гадали, кажется, Гидал, который захотел летать в небе Он сконструировал крылья и взлетел Однако ему отец сказал о том, что не подлетай слишком близко к небу, иначе близко к солнцу Солнце опалит крылья, и ты разобьешься К сожалению, так и случилось И вот начало как раз и повествует, что сначала он играет в виртуозные партии руками И это как будто вот он взлетает в небо Затем идет грандиозное соло ногами И, конечно, жаль, что... Кстати, будет трансляция, да? На концерте Да, будет Это можно будет увидеть, как органист играет То есть с такой же скоростью, в таком же темпе, как играл руками Он будет играть ногами Это вот то как бы увещевание отца и человеческие предрассудки Увещевающие, что не нужно взлетать в небо, что человек должен ходить ногами А потом вот как раз это вот виртуозное, где совмещаются и руки, и ноги Это такой полет, как он парит в небе И после этого, конечно, такое грандиозное и очень немножко страшное Но, кстати, иногда органисты играют по-разному Там такая интерлюдия между адажью и фугой Ее играет или очень громко, как раз как бы следуя этому мифу Или наоборот очень-очень тихо, проникновенно И в этом тоже свой трагизм Вот, кстати, как вы играете айгарс? На плена? На органах плена? Или играете в том же духе, как адажью? Ну, более тем в том духе, чем адажью И надо сказать, что тут я использую такой интересный регистр Как он до моря, это волны до моря Это к тому же надо, конечно, время Баха этот регистр звучал иначе, конечно Но у него уже был такой вот, как бы, такой Тремалирующий Да, такой очень, да, конечно, и все это произведение очень такое контрастное И очень интересно, я думаю, что всегда очень радостно возвращаться к этому К тому же, интересно, мне, я должен, вот когда подумал Я понял, что давно не играл и реминорную токату Она тоже прозвучит в концерте Оно прозвучит, да, вот и как бы всегда открывая какие-то органы где-то и так далее Всегда как-то хочется, чтобы эта реминорная токата прозвучала и на этом концерте тоже, да Ну, это прекрасно, потому что действительно токата и фуга Это визитная карточка творчества Иоганна Себастьяна Баха Ну и, кстати, стоит сказать вам, дорогие радиослушатели, что это произведение Иоганн Себастьян написал, когда ему был всего 21 год Он недавно вернулся от своего пешего путешествия в Любик И именно поэтому многие говорят, что якобы это сочинение не принадлежит Иоганну Себастьяну Баху Что оно сильно отличается от его творчества Но не было ни одного композитора в эпоху барокко, кто бы мог создать такой шедевр Конечно же, это принадлежит перу Великого Иоганна Себастьяна Баха Айгерс, вы сказали, что будут еще какие-то хоральные прелюдии Да, будет и этот хорал «Вахетауф» Тоже очень прекрасный с этой мелодией Хоральные мелодии, известные очень лутерянские Ну да, это, можно сказать, один из самых популярных Да, ну ты спрашивай, я забыл уже другой Ну ничего страшного Ну что еще без Баха, да? Ну вот интересно и Вивальди, да? Вот захотелось, вот сейчас весна как бы прошла, но все так И вот сыграть весну Вивальди Как бы переложение для органа Сейчас уже, конечно, в Советском Союзе все знали переложение Лисыциной Сейчас уже, конечно, очень много всяких переложений И каждый сам делает и так далее Но вот это очень прекрасная музыка Я думаю, что она звучит очень ярко тоже на органе Так, как и в оригинале, да? В основном И тут и концерт Вивальди, которого переложил Бах, да? Мы как бы называем сейчас историческое Вот что это Баховский концерт На самом деле это, конечно На самом деле это, конечно, музыка Вивальди Который был, жил такой мастер, как Иоганн Себастьян Бах, да? И концерт Ля Минор, да? Это первый концерт И Иоганн Себастьян Бах, когда служил в Эймаре Ему привез князь Кипу Нот Итальян Из Италии Там был Карелли, Вивальди, Альбино Ой, простите, не Альбинони, а Марчелло И как раз Иоганн Себастьян переложил для клавиры и для органа Несколько концертов Вивальди Концерт Марчелло, самый известный И потом даже пошло такое Что сначала говорили, что это полностью авторство Иоганна Себастьяна Баха А потом стали говорить Бах Марчелло, Бах Вивальди Хотя, конечно же, это просто произведения, которые принадлежат итальянцам Но настолько они понравились Иоганну Себастьяну, что он сделал такие яркие переложения И только представьте, лишь в 20 веке это обнаружилось До этого всегда играли, их причисляли к творчеству Иоганна Себастьяна Баха И в 1930 году, когда обнаружили творчество Антонио Вивальди Тогда и выяснилось, что это лишь транскрипции, гениальные аранжировки Кстати, Айгарс, а весну Вивальди в какой аранжировке вы играете? Сами сделали? Своей, да, этой транскрипции Каждый же сделает по-своему Конечно, органист вообще должен найти регистровку Как это делать, как играть И что можно, и что лучше там сыграть и так далее Это всегда интересно Но это отдельная большая работа, чтобы сделать транскрипцию Это концерт написан для скрипки и струнного оркестра И баса-континова, то есть клавесинчика И в то же время это переложить, чтобы это все прозвучало красиво на органе Ну, конечно, где играют там 30 скрипачей, это по-другому, чем один органист, да, скажем Но, конечно, посмотрите, и Бах тоже переложил Вивальди Так что вот такие транскрипции, такое мастерство транскрипции уже давно началось вообще, да Так что и Бах интересовался другой музыкой, как посмотрите, переложил и так до сегодня, до сей день, да, сейчас тоже всякие транскрипции Конечно, Вивальди для такого симфонического оркестра довольно так ясно Там камерно, конечно Как бы камерно, ясно, да, конечно, сейчас уже делают транскрипции для симфонии и так далее, и так далее Так что вот все эти стили как бы соединяются и как бы один другого как бы дополняют Ну, а, кстати, орган в Домском соборе – это фактически такой предшественник симфонического органа, большинство которых установлены именно во Франции Они пошли по пути симфонического инструмента, а вот все-таки для Домского собора, как вы думаете, можно сыграть какую-нибудь симфонию, сделать переложение? Ну, это уже сделали, это уже играли, конечно, и будем играть, да, разные Ну, вот Домский собор у нас вообще уникален Конечно, там все лучше, вот, романтику как бы играть, Регер, Мендельсон и так далее Но уже все время мы как бы возвращаемся и к барокко, да, и баху, и других, и даже музыки ренессанса, да, разные танцы, такие разные музыки там играем И, конечно, уже музыка 20 века несомненно, и надо сказать, что вся латвийская музыка, да, это как бы написано для Домского органа, да И там и были вот премьеры почти всей этой музыки И сейчас, если какие-то премьеры происходят где-то в другом месте, тогда всегда композитор очень ждет вот Когда же будет в Домском Когда же в Домском И это потому, что вот Домский собор, этот орган уникален, вот, разнообразием Бразием Бразием, вот, регистров и всяких цветов звука, да, и там возможно, вот, как бы сделать очень такие разные, вот, регистровки И очень интересно, вот, как каждый органист тоже регистрирует, это тоже по-разному, да, и я помню, когда вот приезжали всякие мастера из Европы И тогда уже наши профессоры, очень такая дискуссия была, ну, что он там вот взял на это соло какой-то там регистр, и что там, это все, это было очень интересно, вот, как он там сейчас вот это сделал Вот, вы сейчас уже работаете в Домском соборе больше года, являетесь главным органистом, вы сможете, сидя внизу, узнать, какие регистры, вот, там же он, этот какой-нибудь органист, не один регистр берет, а берет несколько, и получается новая краска, вы сможете различить, какие регистры он взял? Ну, ну, обещать не могу, конечно, конечно, но, конечно, какие-то основные краски уже можно узнать, но, наверное, там и отличается не только вот регистр, но и игра, игра, как органист играет, и в каком контексте это, да, конечно, это уже, ну, удивительный вот этот инструмент орган Действительно удивительный, и мы приглашаем вас, дорогие друзья, на концерты Домского собора Уже в ближайшую пятницу состоится концерт Айгарса Рейниса, нашего сегодняшнего гостя Мы уже обсудили, что будет исполнена токката и фуга, самая знаменитая токката и фуга, рей минор Один из самых популярных хоралов, ми моль мажор, это из его кантаты, а также очень интересное переложение Вивальди из времен года Весна и ля минорный концерт, который переложил Иоганн Себастьян Бах Айгарс, вы сказали, что еще будет Моцарт? Да, из Моцарта будет одно произведение, но оно такое очень, я думаю, интересное Вот это Анданте фа мажор, да, который был написан для часового механизма Да, для часов Часов, да, это такой, ну, я бы... Это большой механизм, в который встраивался как бы шарманка, маленький органчик И он как заведенный, когда подходило какое-то время, играла вот эта музыка И музыку для часов писали как раз Людвиг ван Бетховен и Вольфганг Амадей Моцарт И самое, что печальное, Вольфганг Амадей, прекрасный органист Он и играл в церквях, и замещал органистов, но не написал ни одного сочинения именно просто для органа Осталось лишь несколько сочинений для вот этих вот механических часов Но, тем не менее, есть одно просто, одно из сложнейших Это фантазия фа минор, которая, наверное, как-нибудь преткновение для многих органистов его исполнить И даже интересно, как его записали, действительно, очень интересное, сложное произведение И вот это одно из самых знаменитых хондант и фа-мажор как раз прозвучит в концерте Айгера Рейниса В эту пятницу в 19 часов мы все произведения озвучили Да, по-моему, все Может быть, еще ставим что-то И в субботу как раз будет уже в 12 часов концерт Пикколо Где после концерта можно будет подняться на балкон, также познакомиться с устройством органа Посмотреть, как расположены клавиатуры, увидеть педальную клавиатуру Это уникальная возможность, потому что Домский собор до этого никогда не устраивал Было много туристов, и это было физически невозможно сделать А сейчас из-за того, что камерная обстановка, а собор большой Можно прийти и посмотреть не только насладиться музыкой, но и посмотреть, как устроен орган А еще большая прогулка Домский собор предлагает вечером с 8 до 10 вечера И там будет прогулка по всем, можно сказать, закоулочкам Домского собора И также можно подняться будет наверх И почти все время будет играть органистка Илза Рейна И сам органист, наш сегодняшний гость Айгар Срейнис Но на этом жизнь не заканчивается Каждую субботу будут продолжаться эти мероприятия И в следующую пятницу уже будет концерт Бывшей главной органистки Домского собора Ларисы Буловой И, кажется, ее ученицей, да, Йоланта Баринска? Это ее ученица? Да-да-да, она ученица Ларисы Буловой Так что учитель и ученик вместе Да, и как раз Лариса Буловой и Йоланта Баринска Придут к нам на следующую передачу И уже сами расскажут о том, что они будут играть в следующую пятницу Итак, дорогие друзья, концертная жизнь потихонечку возвращается в нашу жизнь И мне отрадно, что именно органная музыка начинает оживать одной из первых Конечно, самым первой ласточкой у нас стала Андрей Осокин Который сделал небольшой фестиваль на Бриве по 152 Но теперь уже можно собираться и большим количеством, не только 20 человек, уже около 100 И как раз именно в Домском соборе лучше всего возвращаться к классической музыке Я сегодня узнала очень много нового, в частности то, что фасад Домского собора Это барочный фасад целиком И фирма Валькер, которая создавала орган уже в начале 20-го или в конце 19-го века, Айгарс? В конце 19-го, в 1884 году был создан Валькер орган И на инаугурацию органа был Ференс Лист, известный композитор, написал одно из своих произведений И кто-то еще писал для органа Домского собора? Или все-таки это ограничилось только Ференсом Листом? Да, сам Лист не был там, никогда не был в Домском соборе Но он написал вот это произведение И даже мы весной записали вот это на пластинку Я надеюсь, что эту запись видят где-то для нашего слушателя тоже Мы записали версии с хором и духовым инструментом Вот такую более изящную версию этого произведения Конечно, композитор писал для Домского органа Я уже сказал, что вся латвийская музыка, по-моему, как бы была написана, думая об этом органе И, конечно, есть у меня сейчас вот, когда я на этом посту в Домском соборе Мне приходят разные имейли такие, что кто-то, композитор, услышал вот этот орган И специально вот написал музык, как бы, инспирации от этого звука и так далее И очень хотят, чтобы, как уже говорил, вот хотят, чтобы было исполнено в этом Домском соборе Да, дорогие друзья, приходите на концерты в Домский собор Уже в эту пятницу будет выступать Айгарс Рейнис В субботу в 12 часов и с 8 до 10 вечера прогулки по Домскому собору и концерты И жизнь продолжается С вами была я, Елена Привалова У нас в гостях Айгарс Рейнис Продолжение следует...